Всем привет, друзья! У нас с вами дуэличка на этот раз. Играем против TXZ40, против одного из тайванцев, против которого нам еще предстоит, возможно, играть в Nations Cup, если и мы, и тайванцы победим в своих матчах. И это у нас с вами Гурджарасы против Викинга. Я сегодня, кстати, играл уже за Викинга, довольно легко победил, вот, поэтому на видос она не пойдет. Я вот почему-то играл против AI by Power, а он решил, что ему надо рано против меня сдаться, что было слегка обидно. Вот, но, наверное, все-таки ситуация у меня была выигранная. Так вот, к чему я? Викинги довольно неплохо себя показывают в последнее время. Вполне себе серьезная цивилизация. Так, я думаю, овечек уже можно собирать. Я довольно рано нашел плюс 2 овцы, но поздновато заказал мельницу, стоит отметить в этой игре. Обычно за Гурджараса получается сделать это немножко раньше, но здесь получилось не раньше. Так, главное, что мне хватало еще на производство крестьян. Отлично, запрыгнули. Все, всех закинули. Ну и я надеюсь, что последние плюс 2 овцы будут находиться где-то здесь. Пока я как будто бы как-то слишком медленно, ой, близко бегу, да, к базе. Они могут быть вот там, например. О, найс. Ну все, то, что надо. Овечкой пробежимся по кругу, чтобы получше там разведать. Все-таки про разведку тоже не стоит забывать. 5 крестьян по ТТЦ, 1 здесь. В итоге 6 на еде и будем сейчас еще добавлять. Но одна крестьянка на лесе нам нужно, потому что на лицепилку не хватает. Ну и плюс там еще домик надо будет построить. В общем, эта крестьянка здесь кстати. Оп, оп, подстрелил. Так, ягоды не гниют. Можно добыть их позже. Так, ну и здесь, наверное, давайте домик построим. Кстати, интересно. Лингалда там. То есть я буду по-другому чуть-чуть закрываться. Давайте туда следующим белом, который уже пойдет нас через вела, получается. Который пойдет на лес. Он до лесопилки построит домишко. Ну а на лес я пойду, наверное, все-таки вот сюда. Это ближе к углу, значит, ну с большей вероятностью будет... ...правильном на бэке, как бы. Так, 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 так. Единственное, слегка золото, да, не подволивается. Так, где был второй кабан? Черт. Кабан, ты где? Мы скучаем. Вот так, вот так. Олени. Здесь крестьян успел поменять. Забиндить на троечку. Этот сюда. Все, эти парни свое отработали. В плане леса. Оп, 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 оп. Сюда, туда, сюда. Третий, четвертый. За следующим оленем. Все, с леса побежали на лесопилку, ребят. Там эффективнее. И лес под цены может еще попозже пригодиться. Отлично. Добавляю второго вела... Ой, четвертого вела на лес. Не уверен, что это грамотное решение. Вот, переходить будем по 19. Если получится, то я сделаю это без лума. Вот, посмотрим, сработает или нет. Чисто протестируем оппонента. Вот. Потом, потом будет докладывать своим, как я играю. Скажем, ага, винчестер без лума играет. Жадно. Надо фигачить в ораньем драшем. А я такой раз. И в турнире по-другому сыграю. Представляете, какой я хитрик. Как же я думаю, наперед. Блин, иногда кайфую. Себя. Ну или нет. Часто меня смотрят, понимают, что не иногда. Так. Здесь добываем. Четвертый на еду. На лес. Восемь есть. Плюс там довольно рано. Четыре вела работало. Теперь нужно один вот в это. Вот в это место, чтобы здесь поделать. Необходимые мне вещи. Так. Но он меня пока не разведывает. Значит, вероятно. Чет, да. У него тоже. Чуть-чуть совсем больше моего. Ага. И при этом он разведывает. Хм-хм-хм. На самом деле за викинга, да. Че там будет? Надо. Надо ждать этих. Нужно ждать там всяких ментов. Мечников. Но я, наверное, за Гурджараса начну со стандарта. Надежда, что я потом перемихрю все это дело. Блин, вообще, если он мне еще раз сейчас тут покажется. После того, как я оленя подманю. Я, блин, его... Я, блин, его тут съем. Своим верблюдом. Так, а че, куда он побежал разведывать? Ага, вот ты где. Ага. Я еще не перешел по этому. Все он делает тут хорошо. Нормально. А, я ж без лума. А я думаю, че от него такие куски отрываются? Ну, ладно. Пойдем разведывать, что там как. Я и забыл, блин. Я и забыл, вышел тут на наглеца такого, да? Он, наверное, и поржал надо мной. Думает, дядя Дима, 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 куда же ты? Дима, куда же ты пошел? Не надо лагать. Игра, пожалуйста, не лагай. Ладно. Сам себе, да, ответил. Так, девятый налез. Это не ошибка, с учетом, что у меня тут трешачок. Я... Так, Юлагера потерял. Не знаю, кстати, что я делаю. Давайте в этой ситуации. А, интересно. Он может добавить ментов, как я люблю, да? Как я сам делаю за викинга. Так, надо посмотреть, что по голде. Два. Добыто. Вообще прилично голды добыто. Может еще пику, да, добавить? Ладно, давайте. Я хочу пику Жеймана Фору там будет сразу повезти. Вот этими двумя юнитами я тут попробую сейчас вела забрать. В ответ. Блин. Приятно. Меня шлепнул тут. Да. Сейчас в ответ самый счет тут. Попробую забрать. Так, он вроде наблюдает. Уже тоже две пики получилось. Замечательно, ребят. Ну, хорошо же получилось. Да, он еще и пику забрал, как бы мне не нужную. То есть пика себя прямо купила. Все, отлично. Надо успеть теперь арчери поставить. Я, наверное, все-таки его вон туда поставлю. Трачу довольно много леса на подзаволы, но... Да. Скаута мы постараемся его подольше на базе подержать. Можно сюда сделать второго вела пораньше, чтобы стрельбище достроилось. Так, давайте лучника попробуем поймать. Нет, не пробиваясь. Найс. Возможно, это первый лучник плюс, но как бы я задетектил его на базе. Но, может быть, это и не первый лучник. Ай. Бежать. Так, нужны виллы на фермы. Ай. Много дэмэджа получает, конечно. В нынешнее время. Можно было бы ее убить, но что-то именно с викингской не хочется драться. У него начинает с феодала больше хп на пехоте. У меня охота с ним сражаться. Все, делаем и спокойно с фермов. Не напрягаемся. Единственный минус, что у меня одна лесопилка. Вот. Он не самый агрессивный билдордер. Мне показал здесь. Ну и я, в принципе, нормально отбился. Но вообще у него тачка, да? Тачка больше крестьян. Единственного минуса это... Армия. Которая будет у него похуже. Чем дальше будет играть, тем похуже будет армия, по идее. Так, ну вообще он слишком пассивно играет. А давайте попробуем форвард пойти. Мне нужно же игру сделать немножечко такую мессишную. Да, пойдем на форвард. Так, эти пятеро туда. Можно даже двух на камень замоксить. Ага. А че, прикольно. Мне бы, конечно, вторую лесопилку с тем, как я играю. Здорово. Блин, он кристалл увидит. Очень плохая башня от него. Тут не знаю, есть у него стрела или нет. Блин, это без стрелы. То есть со стрелой, наверное, он будет достреливать. Черт. Ошибочка. Ну ладно, поставлю новую. Просто если он со стрелой будет достреливать... Если он со стрелой будет достреливать, то это значит, что... Ну что такое-то? Что за лаги? Так, большого количества золота у него уже не будет. Тут второе, надо найти третье его золото. Давайте верблюдам пока поразведаем. Нет смысла его тут просто так терять. Так, и мне тоже нужна стрела. Хорошо. Ой, давайте тогда вот так поставим. Найс, на переход хватило. Заказываем скирма. Викингу, по-моему, со скирмами сложновато. Там прижимается. Хорошо. Так, пока непонятно, достреливает он или нет. Я довел лов со стрелой точно. Буду достреливать. А давайте еще вот сюда поставим. Какая-нибудь ващечку. Не знаю пока, какой у него план. Может быть он и ко мне на базу пойдет, да? Но из тех знаний, что есть у меня... Да ладно. Пусть этот вперед. Мне кажется, он на базу просто должен ко мне обходить сейчас. Значит, где его лучники? Вообще нигде не стреляет, не дефает. Подап будет туда закрыть, да? Давайте попробуем вот так закрыть. Золото еще ладно, но мне лес нужен будет нормальный. Ага, он решил пики делать. Хочу сделать пики, делай пики. А, мечники еще могут быть. Так, я не знаю, где третья голда. Неужели третья голда внутри у него? А, ну это будет... Бесьма удачно для него, я вам скажу. Хм, мечи это классный юнит. Я думаю, что я сделаю монастырь тогда здесь. Так, а мы видели лучников. Он им никуда не обходил. Даже первую стрелу еще не сделал. Третья голда у него внутри. Получается, мне нужно как-то... Давайте алифант арчеров сделаем. А, нет. Понятно. Понятненько. Где третья голда тогда у него? Надо просто постараться убить лучников. И тут чуть ли не один верблюд все дело разрулит. Так, мы пойдем тут, естественно, пушить. Так, ну и какой у него план? Как он будет это отбивать? Какой у него план по отбитию всего мероприятия? Ааа, ударить бы его. Найс. Так. Дверь ликви быстренько. Ммм. Ну и тут даже голды продолжить жрать. Кушать. Нет, ладно. Раз сделала наград, давайте закажем эхо. Скорость перемещения. О, верблюд нам пригодится. Маленьким количеством коинтов. Так, башни не достреливать, но мы можем вторую здесь сделать. Можем сделать тут вторую. Так, у нас у Груджараса есть апнутые башни, как думаете? Я бы сказал, должны быть. Я бы сказал, что должны быть. О-о-о. Что? Какой у нас тут план против Манганелли? А, все-таки пики, да? Блин, как же я круто расконтролил тут этот анагр. Да, ладно. Давайте отступим, так уж и быть. Достраивай свой замок. Так. Теперь я хочу поделать фризби. Нашего уникального юнита. Для этого мне нужно побольше камня будет. Для этого мне как будто бы надо побольше камня. Сейчас мне особо нечем убивать этих пацанов. В принципе, мы можем отсюда убежать. И поставить тут даже скирмов плюс этих ребят. С этим всем оттуда уехать. Здесь пока заказать так. Тут пока можно сделать так. Ну и экономические идеи я все-таки его опережаю. Но мало ли что. Так, тут вроде был релик. Вот здесь должен быть. Вон там должен быть. Угу. Апна так у него есть. Сейчас старый, наверное, напителся, да? Так, давайте там посмотрим, что там есть. Здесь мы отступаем просто под монастырь. О, релик. Найс. Отлично. Да, я хочу всю армию соединить. С монахами там встать. И чтобы мне это все помогало. Так, реликвия. Блин. Какую-то фигню. О, камень. Нейтральный ресурс. То, что я искал. Так, анагра у нас тоже едет сюда. Ну и что, мы, по идее, оба бумим. Я реально хочу в этой игре поиграть через мой уникальный юник. Мне для этого, естественно, 2 ТЦ не хватит. Да и просто против викинга играть в такой ситуации 2 ТЦ, на мой взгляд, уже не очень грамотно. Поэтому мне, естественно, нужно искать варианты. Так. Побежали сюда. Да, он явно эту реликвию себе захочет сейчас вернуть. Давайте анаграм, анагр-разведчик у нас будет. Жалко, что были бы там полные БХП, я бы, скорее всего, об этом 2-3 берсов бы уверенно бы развалил. Так, блин, я уже не уверен. Отлично. Замечтательно. Замечтательно. На замок накопилось. Так, ну здесь нужно какие-то горки занимать. И мне, на самом деле... Блин, ладно, нет, давайте вот эту горку займем все-таки. Не думаю, что он сейчас может тут выиграть бой. Жалко. Так, ну что, у меня, по идее, поедение плохие должны быть, да, результаты. Еще универ, зачем ты стоял? Есть башня? Есть. Чисто, чтобы узнать, ребята, наличие башни. Универ строился специально для этого. Так, найс, там мне кресты добывают. Все четенько. На самом деле, можно даже... Эти двух раненых, чтобы он одного перевербовал, а второй умер. От первого... Ой-ой-ой, второй замок сюда ставит. Мы тогда нажимаем переход. Нажимаем переход. Здесь можно чутка подойти. Блин. Ему, наверное, уже видно, да, замок? Ему видно мой замок. Это обидно. Давай, Берсерк. Реально. Там Берсерк надамажил этот. Берсерк. Берсерк. Берсерк двух вилов, по-моему, забрал. А раньше они добывали для тебя еду. Представляете, какие монахи плохие, венитые. Оставляют бывших друзей убивать. Так, четыре реликвии. Анагар продолжает здесь свою разведку. И давайте, наверное, даже вон туда его отправим. Чтобы это не только была разведка, но и возвращались к боевым нашим делам. Так, заказал я, наконец-таки, апгрейд, который я хотел. Он сделал тут вторую эту. Сделал вторую стрелу. Поэтому он тоже теперь до меня достреливает. О, тот верблюд спасся. Найс. Так, в принципе, у меня нормальный здесь сервер. Можно было и по-нормальному, ну, автофармом сделать. Можно было и по-автофармить. Так, ТЦ работает на лес. Этот на что будет работать? На лес тоже. 20Ц будет работать на лес. Так, апгрейд сделан. Давайте во время импов еще и плуг закажем. Мне вроде бы... Мне вроде бы на треба будет хватать. Все, подлечились. Пойдем заново воевать. Да, тут есть шанс, что он тоже быстро очень переходит. Ну, что он быстро перейдет. Да. Поэтому мы стараемся треба сразу заказывать. Но здесь я, наверное, не разложу. Блин, вообще этот замок, может быть, надо будет отдать. Мне только вот этот камень мой второй не нравится. Мне кажется, это очень плохой камень. Не очень... А, он уже с кирмариков делает. Да, давайте, наверное, лучше сыграем здесь через дэмэдж. Ну, в плане... Я просто попробую там нанести какой-то урон. По замку, конечно. Блин, может быть, вот с этой точки получится с горки стрелять. Ну, или, по крайней мере, с равных условий. Блин, на реликвии надо начинать перетаскивать. Не хочется подарить ему... Раз, в так же, три реликвии, что? Ой-ой-ой. Так, о чем? Вообще наглость потерял? Я как там страх потерял? Хорошо, он меня тут с кирмами бить. Так, ну-ка. Дааа, я, по-моему, даже с горки атакую. Найс. Ну, я как будто бы должен это довольно легко потом убить буду. Блин, он меня обгоняет. Мне это не нравится. У него, наверное, четыре тет-сета. Но, вполне возможно, там четыре городских центра. Бум. Так, ну, эти ребят там должны все зачистить. У меня тоже маленько, правда, зачищает. Тут надо бы сделать вот эту штуку. Минимум три реликвии я уже сохранил. Так. Да, мне нужен будет следующий замок, как будто бы, да? Ладно, давайте попробуем собрать это все дело. Не справляются с тем, чтобы сбросить туда все реликвии. А, он попал по требу. Блокерок. Так, анагр. Секретное оружие. К бою. Блин, ну что, вообще, пока... У меня не самая лучшая моя комбинация получается, если я сейчас скирмов начну делать. Жалко, что мне не получается выйти на юнит, который бы мне хотелось. Поделать фризбичей. Ну, он явно хочет больше камня, да, подобывать. Блин, мне столько нужно открыток сделать. Мне домики ломают. Ну, честно. Да, как же вижендо решает. Хм, там отменил. Ой. Блин, эти два татсета тут умрут. Да, он уже пики добавляет. Надо вот это там сделать. Ну, давайте. Что, у меня скидка по еде же, да? Не понял. А, это конюшню я поставил. Еще одну. Давайте, ладно, на лес. Да, почему я делаю атаку? Потому что могу. Ой, а лес-то там кончится. Лес-то там кончится. Да, меня уже даже обгоняют. Выбил там парочку реликвий. Ну, пойдем в атаку. Посмотрим, как это все получится. Да что же я вас нажал-то так, как Нубас? Атакуйте. Да. Я очень плохо бой здесь принял. Удивительно, если он его выиграет. И армора не было половины файта. Да, ужасный файт. И без слонов тут. Полный микс. Полный микс и трэш. Так, вот что это он себе позволяет тут вообще? Нет, конюшни, живите. ТЦ, оживи. Так, ну что. Как будто бы файта потихонечку поинтереснее стало. Да? Вот этот файт уже у него лучники это подзакончились. Закончились. Пиким этот плюс-минус дамажем. Теперь нужно как-то зарекаверить мои фермы. Давайте тут их все засеем. Ну и выходим в макро-каточку. Выходим. Красивую, приятную макро-каточку. С тремя реликвиями против викинга. Так, теперь можно на камень там выйти. Блин, я все равно хочу поиграть за фрисбичей. Свой уникальный юнит, который будет бросать насквозь. Будет пробивать. Его душу. Так, это последний апгрейд, который мне нужно сделать, по-моему. Давайте слонами подрейдим. Можно выйти тоже на голду. Тут ребятам надо уже свернуть свои амбиции. Это самое корвард кресты. Так, Канагар там погиб, пока я не наблюдал, да? Так, он по идее будет делать как раз чемпионов. И если я тут сейчас... Берсеркеров делать элитную уже, надо быстрее свитчиться во фрисбичей. У меня еще Канониры есть на самом деле. Но мне нравится этот уникальный юнит. Хочется его поделать. Плюс может быть ЛК. Интересно, что у него по золоту, кстати, в этой игре. Блин, реликвия всю эту дорогу там лежала. Блин, а я уже попрощался с ней. Я еще успел сделать этот, да? Адгрейдик там. Приятный. Блин, вот это самое плохое, что могло случиться, что он уже меня атакует здесь. Надо собрать всю армию в эту точку. Так, пойдемте с кирмами уже стрелять. Фрисбичи мы заказываем. Сделаем этот апп. У меня просто всего два замка, и вряд ли будет больше в этой игре уже. Так, чуть-чуть здесь мы лучников выбиваем. Раз нет лучников, фрисбичи должны треб забрать. Да, нормально, они вписывают туда демодж. Замечтательно. Блин, ну такое, да? Пока их маловато еще, пока не пробивают. Сделаем апп на гусар. Я думаю. Так, вы можете выйти на камень. Побежали туда. Ой-ой-ой. Не, слушайте, фрисбичи крутыши. Блин, еще и конверты два там прошли. Приятно. Да, и плюс мои ЛК не трогаются никак берсами. Чуть страшно за ту часть карты, да? Да, ну и как я говорил, камень у меня, конечно, не самый приятный. Так, вот это тоже не самая приятная новость, что меня тут рейдят. Эх, Пацаха почти спас Монаха. Да, и прикольно то, что у него скирмы не убивают этих ребят. Скирмы не умирают. Ой, фрисбичи не умирают от скирмов. То есть ему нужно именно лучников делать. Мы именно лучников боимся, поэтому было важно, что я там теми скирмами рано забрал его. Да, видите, по одному юниту дэмач, ну вообще смешной, да? Так, заказываем. Блин, ну... Да, берсы, конечно, разваливают. Давайте сразу здесь лучников убьем, чтобы по нам ничего не стреляло. Но он встал в одну линию. Блин, с горки. Бэм. Как скорпионы. Бегающие скорпионы, ребят. Блин, вот посмотри... Блин, и... Ааа, жесть. Это берсы, которые, в принципе, довольно плотная пехота. Ааа, вот это была, конечно, финалочка. Но он понимает, что он тут уже по комбо не придумает. Берсы еще и по голде, наверное, довольно прилично стоят. У него не так много золота осталось. Здесь я тоже его прорейдил. Блин, круто, круто, круто. Его идея с берсами классная. Где-то он армию нехорошо доконтролил. Я здесь очень плохой файт принял. Но, несмотря на это все... Фризбичи, конечно, юнит веселый. Эти скорпионы... Помню, в какой-то момент времени они реально имбой были. То есть, когда Лири там на прошлом Рэдбуле, по-моему, против Татоха, играл этими фризбичами против Хинду. Они там Кэмэлсов просто пачками уничтожали. Да, красивая получилась игра. Прикольно здесь и форвард, на мой взгляд, зашел. Так бы Викинг, может быть, еще сильнее бы по экономике, бы от меня оторвался. В итоге получилось здорово. Надеюсь, вам понравилась игра, ребят. Хорошего настроения. Быстро. Ой-ой-ой, меня тут этот... Меня тут китайцы приглашают в пати с ними ТГ поиграть. В общем, да, хорошая была игра. Хорошее настроение. Увидимся на следующем видосе. Пока.